Сумкар Вертейш удачно забил, так получилось А так обыграли Второго призера чемпионата ЖТСУ 1-0 0-0 Сардобасы С Таразом не должны были проиграть Достаточно равная игра 1-1 с Джейком могли выиграть Я практически все игры видел Команда, которая дома не пропускает А я не считаю, что дома Кайрату проиграли По игре лучше выглядели, я видел Не забили несколько моментов очень хороших Пропустили случайно там Команда хорошая, организована Чувствуется тренерская выучка Но вы знаете, когда Обыграешь Шахтёва Когда обыграешь Астану Игроки не слышат К сожалению большому, не слышат Такое бывает Они думают, да ладно тренер Твое дело говорить, а мы там В полсилы сможем сыграть В полсилы никто никого не обыграет Даже сборную водокачки или бани не обыграть Невозможно Нужно на максимальных усилиях Играть, тем более Настраиваться всегда против тех, кто вверху С удвоенной энергией игроки Почему? А они хотят тоже играть в таких командах Как Астана А кто Б Где есть и платят хорошо И Шахтёры, и другие Почему молодые мальчишки не хотят там играть? Ну, естественно Пришлось в перерыве Объяснять Определённые вещи Что без самоотдачи ничего не получится Во втором тайме Немного лучше играли И Баужан имел несколько моментов для того, чтобы поразить ворота Был ли у Бугаёва Но если все три нападающих И Куртиши, и Джолчев И Бугаёв не забивают ни одного мяча Как мы можем выигрывать на выезде? Конечно нет Я им сказал Жаль, что вы не хотите быть на первом месте Жаль А Джейк сейчас на первом месте Люди на выезде забивают и выигрывают Мы же ничего не забиваем и не можем выиграть Ничего не забивая Ничья ничего не даёт Совершенно не даёт Если вы хотите бороться за место в Еврокубках Нужно выигрывать каждый матч Вне зависимости от соперника Почему вы максимально настраиваетесь на Астану И совсем по-другому на другие матчи На другие Так же самое в Атерау Такая же ситуация была Мы проигрывали и в самом конце только Спасли игру Хотя в первых 15 минут Должны 3 были забить Да, они говорят Переход с искусства на грунт Да, есть Есть Но это причины Не надо искать причины там, где их нет Голова правильно должна работать Никто не мешает Бауружану забивать Бугаёву забивать И тому же Куртиши Вы игроки сборных Вы игроки хорошего уровня Не нужно ссылаться Ни на какое поле Поле одинаковое для двух команд Это Скажем так Сильные люди никогда не ссылаются на какие-то обстоятельства Никаких обстоятельств нет Или если у тебя есть класс Ты обязан в любой ситуации В любую погоду доказывать свой класс Если его нет Извини, больше должен тренироваться Больше должен пахать Дольше пластаться На поле Хозяева молодцы Я могу похвалить Они подтвердили то, о чем я говорил всю неделю Хорошая играющая команда Думаю, мало кто отсюда увезет очки Чего я желаю искренне Хозяям, чтобы они всех обограли Правда, честно Правда Потому что симпатичная команда Команда хочет играть Быстрые, резкие, легкие, подвижные Очень сложно играть Очень сложно играть И многие споткнутся не только здесь А и на выезде То же самое Поэтому я желаю, чтобы Сумкар занимал то место Которое видят и руководители клуба И учредители, и тренеры Тренерский труд нелегкий Я поэтому своему коллеге Желаю, чтобы он получал от работы Только положительные эмоции То же самое Спасибо Владимир Алексеевич, вам слово Я долго не буду занимать внимание Значит, ну тяжелая игра Соперник, сами понимаете Но очень приличная команда Идет в лидерах И откровенно говоря Сегодня ребята выложились полностью Но все равно Вы все видели Не хватает все-таки опыта Опыта И то, что сейчас говорили Проблема в том, что Реализация 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 Венец всей игры Это взятие ворота А вот его как раз и нету Правда, сегодня Футбольная фортуна Отвернулась и от нас И от них Поэтому игра и завершилась В общем, 0-0 Коллеги, пожалуйста Скажи, как Караван Владимирович В моменте, когда был офсайд А гол забили Как считаете? Было офсайд? Нет? Друзья, это сложно говорить Мы сидим вот так вот По диагонали Там толпа Это надо смотреть Только тогда Можно сказать А вот ваше мнение Вы знаете Я уже научился Не комментировать Действия арбитров Во-первых У вас очень жесткие штрафы В Казахстане Я прочитал Дисциплина И я ни одного слова Отрицательно Ни в чьей адрес Не скажу Никогда Чем надо У нашего клуба Нет лишних денег У меня тоже Их нету Во-вторых Я должен Как тренер Делать свою работу Я вижу Что пока Хромает у меня Реализация Я переживаю Каким образом Это сделать И улучшить Мы дальше Опять на искусственном поле Будем играть К сожалению И следующий матч Знаете Мы могли бы сейчас выйти Но мы убьем тогда поле Мы не можем себе позволить Мы скорее всего ЖТСУ будем Уже домашний матч После того Как с ОКТБ Поедем к ОКТБ Играть И потом ЖТСУ Скорее всего Да Скорее всего Мы уже тогда будем Играть Хочется на натуральном Но у нас нет Ни одного поля Где тренироваться На натуральном поле Скохипова Сливич играет Крайним защитником И вот по Головскому Ну он вам Как бы давно знаком Да Вот вам не кажется Что он все-таки Уже как бы Возраст сказывается Вы знаете По Головскому Да я с ним В Спартаке работал И на сборах Если я вам скажу Объективно Он был лучшим Вообще в команде Он вел всю игру Но Мы на сборах Были в Турции Играли на отличных полях Готовились В двухразовом режиме Они у меня все были Полностью под контролем Все великолепно Легко Мы не проиграли Ни одного матча Играли с очень хорошими Соперниками Здесь же мы перешли На искусственное поле Холод Мороз Совершенно другие условия Он Один из лидеров Которые могут Как бы кажется Что его не видно Но один пас И решается игра От таких игроков Как Юрий Гавриилов Как Черенков Он От него идет Вот Миссу Тазил Вчера отдал пас Крещану Роналду И Реал выиграл В Барселоне А Миссу Тазил Не очень хорошо Отбирает мяч Как и Ди Мария Как и другие Но он У него другие качества У Головского тоже Вы знаете Я вообще в паспорт Не смотрю У меня какая разница Сколько ему лет Я то потом узнал Что ему оказывается 37 год идет Вот Я думаю Ого Мы так рано Начинали Он молодым Тогда у него В Спартаке Но он отдает На тренировках Такие передачи Что вообще Диву Даешься Но В Казахстане Его уже Очень хорошо знают И все знают Что ему нельзя Давать пространство Ему нельзя давать мяч С ними играет плотно Они заставляют его Разворачиваться К своим воротам И он не так опасен К сожалению Большому Я поэтому Малышева Молодого Выпустил Для того Чтобы последний пас Отдал Этот мальчишка Только для этого Малышева не так знает Он молодой Его еще не знает Его когда-то могут знать Шливич Шливича Я Знаете Как и все тренеры Пробуем Игроков Чтобы они были Более универсальными И когда Мы не могли найти Центральных защитников Я не хотел Средних защитников брать А не было Никого Вот Де Соуза Мы только смотрели Который сегодня играл Я начал пробовать Шливича Центральным защитником Он сказал Я играл немножко Начал центральным Потом На просмотр Приехало Несколько игроков В том числе Баток И я Шливича Оттуда убираю Мне же нужно смотреть Возьму я этих игроков Или нет Куда убираю А он говорит Я могу право Защитника играть Давай Я его поставил В некоторых играх Сыграл очень здорово Почему не играл Кислицын Правда Ну У меня к Саше Претензии По тем забитым мячам Которые нам забила Астана А я такой Ненормальный тренер Я обычно Это не прощаю Будет играть Дело в том Что у нас Сауза Не тренировался Всю неделю У бразильцев Есть какие-то Знаете Они даже Если плюсовая температура Им холодно И Он был В основном Обследованием занимался Он Не тренировался Я не собирался Его ставить Я думал Шливич там Сыграет Он попросил Сыграть Тем более У него день рождения Сегодня Понимаешь У него день рождения Я не мог не поставить его И перед игрой Кислицын знал Что он может Не будет играть Кислицын выйдет В основном в составе И он даже нейтральным Играл Когда мы держание делали Ему так плохо было С Де Соузом В перерыве Я уже сказал помощнику Чтобы написал Чтобы поменять его сразу И уже побежали К Арбитру дать Де Соуза Говорит Дайте мне еще Он уже бледный был Нет я еще хочу У меня день рождения Не меняйте Я не менял его Вот И Шливич Да он больше опорный Но Я понимаю Что он может И центрального защитника Он может И крайнего защитника Это для нас Для тренера Очень важно А Волкова Раз вы помните Когда-либо Крайнего защитника Никогда А мне нужно было А мне нужно было Улучшить Атакующий потенциал У меня Аверченко же После операции Он же нет Для меня это Очень тяжело Что его нет А уже Четыре игры нет Ни его Ни Батака Основного Центрального защитника Шливич только Вот первую игру Сыграл Они все трое Шахтером Выпали В одну игру Сразу унесли На носилках Одного, второго и третьего И операции там делали И прочее Ну что делать У каждого тренера Свои проблемы Я-то не рассчитывал Что выпадет сразу Два игрока Шливич И Батак Игроки центральной зоны Я Даже не знал Как выйти из этой ситуации Я боялся Думаю Если ДСО Узали концевой Мне придется Обращаться к Лотову Которому Я бы хотел Чтобы он уже Потихоньку К тренерской работе Подходил Олег опытный игрок Да он у нас заявки Но пока не играл Ни разу Я реально понимаю Что не просто Сразу будет войти И Я Смотрел И посчитал Что Шливич Нужен будет еще Для стандартов Он головой Прилично играет Я хотел Получить преимущество Вверху У нас Достаточно Рослая команда И ДСО Здорово Головой играет Тот же Шливич Тот же Концевой Еще Бугаев Ряд Ребят Человек 6 Хорошо Головой играет Но К сожалению Я с Нурбулом Разговаривал Он говорит Он не чувствует Передачу на грунте На искусственном Мы же тренировались А на грунте Мы вчера Разминку провели Здесь и все Он пока Они не чувствуют То есть Нужно мне набраться Терпения Я конечно Недоволен Что они Реализовать Ничего не могут В одной игре В другой игре В третьей Руслобаки Как вы хотите Бороться за Еврокубковые места Если не забиваете Но многие же Из них Никогда Не играли В таких командах В которых я тренировал Спартак Другие Мы привыкли У нас Ничья Ничья и поражение Одинаково было Мы могли штрафовать Игроков за это Когда играли В ничью Но у нас У нас уже Подобраны были Игроки Поставлены на Системы игры И поэтому Нужно время И терпение Прежде чем Они заиграют Я тоже Бываю эмоциональный Тоже не всегда Сдерживаюсь Потом понимаю Некоторые из них Мальчишки А от некоторых Я слишком много Требую Они еще не могут Сделать то Что я хочу Мои желания Превосходят Сегодняшние возможности Ряда игроков Буквально через полтора месяца Начнется чемпионат Европы На вашей родине Будет Правильно? Да Вы рассчитываете Съездить Посмотреть Несколько матч Несмотря на то Что у нас Перерыв Чемпионат И не предусмотрен Рассчитываю Более того Значит Я планировал Провести Сбор В Киеве Во время Чемпионата Европы С четвертого Где-то там По двенадцать Или по четырнадцать Вот И Мы с Акимом Разговаривали на эту тему И мы Договорились И по всем условиям И прочее Но цены подняли Такие на проживание Питание Что они Станут неподъемные Мы не сможем Я сам первый Говорю Что нет Я сам сказал Что нет Это нереально Мы не можем По таким ценам У нас нет таких Нет таких возможностей Вроде он сказал Разобраться Да Сказали Разберитесь Вы что там Гостиницы Подняли Цены такие Мы сами удивлены Были Да Конечно Я отпущу Ребят После того Как сыграем С РД Басы Там Двадцать седьмого Кажется Там будет Трехнедельный Почти перерыв Потому что Сборная же играет Конечно Дам неделю Перерыва Это точно Могу Сказать Редак